приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке всем мира любви и благополучия вашем доме сегодня друзья 26 февраля обязательно привяжите красную ленточку на дерево если у вас какие-то проблемы дома на работе с друзьями вы никак не можете решить свои проблемы и свои личные вопросы то попробуйте именно данную практику и вы увидите как ваша жизнь начнет налаживаться в этом видео мы поговорим об этой практике поговорим о народных приметах о народном календаре на 26 февраля поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной и нужной информации итак друзья 26 февраля празднуют народный праздник мартиниянов день этот преподобный имел способность или дар исцеления болезней народ молился святому чтобы отвести беды и измену от семьи тогдашние времена проводили обряды для улучшения зрения и читали магические слова от порчи и изглаза если в этот день не лениться то удачи с успехом будут сопутствовать вам во всех делах погода в этот день играла важную роль и могла подсказать что будет происходить вскоре будет сухое жаркое лето в году без дождей а если сухая и морозная погода если снег вокруг начинает таять то это говорило о том что весна будет солнечная и теплая а вот если пасмурный день то весна будет дождливая крайне весне будет громкое пение синиц собака на полу во валяется и не скручивается в клубу это говорило о том что весна близится снег впустится если вокруг солнца виден туман небо облаками затянуто значит будет тепло к морозам красные круги вокруг луны лето значит будет дождливым если ручьи бегут поводок может случиться если лед серым станет хозяйки верили что если рассыпать в доме зерно то таким образом вы можете привлечь хорошую прибыль в такой день конечно же наши предки знали что они могут лишиться зрения если нарушить такой запрет поэтому сшить вязать или прясть нельзя было в этот день отложите и ненадолго все маневры с иглой нужный день для таких занятий найдется в другое время в противном случае можно будет отнести вещи в мастерскую где специально обученный человек сможет решить проблему в быстрые строки вы не будете нервничать и скорее всего у вас все получится качественно потом как не факт чтобы вы так смогли 26 февраля запрещено обманывать и изменять в супружеских отношениях это чтобы раньше можно было но сегодняшние действия могут плохо отразиться на любых отношениях дальнейшем не доводите свои отношения до таких ситуаций общайтесь со своей второй половинкой обсуждаете все свои проблемные стороны ведь только разговорами можно решить конфликтные истории решайте проблему на этапе ее образование не терпите накапливайте а потом как про пробка от шампанского резко взрывайтесь мужчинам конечно очень сложно когда женщина истерия истерит плачет кричит они не любят долгих разов разговоров про а ты меня любишь а ты не уйдешь меня так далее с мужчиной всегда нужно говорить по существу кратко и нужно в какой-то степени готовится как как к экзамену в отношениях нужно стараться всегда удивлять неординарными поступками уметь говорить напрямую они загадками сейчас не то время когда мужчина готов тратить много времени на разгадки сумейте заинтересовать его своей сдержанностью и не раскрывать все карты сразу запрещено сегодня сплетничать или плохо отзываться о человеке сегодня вы более будете чувствительны чем обычно чаще обижаетесь из-за пустяков порой подозреваете окружающих в чем-то без всяких оснований из-за этого день кажется трудным хотя никаких серьезных проблем это не приносит поднять настроение помогают какие-то несложные но интересные и полезные занятия при этом важно не переутомляться лучше поберечь себя полезно будет и обдумать деловые вопросы которые не требуют немедленного решения не исключено что появятся какие-то необычные идеи вы найдете оригинальный но очень эффективный способ справиться с тем что у прежде казалось очень сложным день может принести и много испытаний но в конце все сложится достаточно хорошо вторая половина дня для вас будет очень плодотворно всего за несколько часов вы сможете успеть многое вы правильно сможете расставить приоритеты вы быстро поймете что важно а на что можно не обращать внимание и не потратите силы напрасно сегодня не стоит заплетать себе косички что-то завязывать на себе или кому-то вы сможете сбить себя смысле и на тут напутать все задуманные планы сегодня выходной день поэтому соберите волосы в хвостик оденьте обувь полегче и скорее отдыхать дайте себе сегодня немного слабинку пусть за вами по ухаживают или сделают все домашние дела вместо вас сегодня стоит выбраться на свежий воздух отдохнуть головой и телом если в течение дня будет хорошая погода то можно прокатиться на велосипедок с ветерком вот хорошая разминка для тела после плодотворной недели если вдруг во время прогулки вы найдете деньги на дороге не вздумайте сегодня их поднимать и забирать себе иначе можете негативно повлиять на свои финансы потеряете после вдвойне обойдите обязательно стороной утерянное помните она не ваша не вы туда вложили клали соответственно не нужно это поднимать хорошо сегодня будут заняться генеральной уборкой но как мы говорили ранее постарайтесь сказать своей право половинки о том что вам нужна помощь в этом возможно поделить некие обязанности на друг друга таким образом вы вместе быстро быстро справитесь и останется еще много времени чтобы посвятить это время друг другу включите на фоне энергичную музыку так вы сможете активничать и время пролетит незаметно для вас главное не увлекитесь танцами а помните о быстрой уборке чтобы она не затянулась на весь день и еще следующий выходной в этот день вам будет снится очень важные сны они смогут подсказать вам в будущем как себя вести в той или иной ситуации постарайтесь после пробуждения записать важные ключевые моменты на лист бумаги и обращать внимание на эти знаки в этот день скорее всего вы сможете найти ответ на вопрос который давным давно повис у вас в голове возможно кто-то напрямую даст вам подсказку или вы увидите знак в поведении другого человека будьте очень сконцентрированными и внимательными в этот день именинный в этот день отмечают она василий вера владимир евгений зоя иван ирина леонтий михаил николай павел и светлана как мы уже ранее говорили друзья сегодня очень важно провести практику для того чтобы ваша жизнь изменилась потому что у каждого из нас возможность какие-то проблемы на работе дома в отношениях и вы по определенным обстоятельствам никак не можете решить этот момент обращаем ваше внимание что эту практику может провести любой человек здесь это не имеет никакого значения и эта практика не привязана к луне вам всего лишь понадобится красная ленточка вы ее можете купить все сейчас эта продукция в любых магазинах возможно у вас дома есть итак берем свою берем ленточку и выходим на улицу берем подходим к дереву берите дерево которое более здоровое молодое и на вверх берем к веточке привязываем ленточку и говорим следующие слова обращаем ваше внимание мы начинаем завязывать узлы и на каждый узел мы должны сказать следующие слова и так давайте так следующие слова завязали первый узел говорите это на здоровье 2 узелок завязали это на дружбу 3 узелок это на любовь 4 узелок это щена счастье 5 узелок это на удачу 6 узелок это на деньги и 7 узелок это на то чтобы все сбылось достаточно этих слов сказать по одному разу когда вы завязываете узелок далее что мы делаем обращаем ваше внимание что нужно завязать если это делать женщина то вы должны выбрать березу сирень липу или осину и сделает мужчина то выбираем клен дуб тополь или я или ясень завязали ленточку на веточку и после этого дети занимайтесь своими делами вы начнете замечать что таким образом постепенно будет налаживаться ваша жизнь и простая практика но она достаточно эффективны и уже многим помогла жизни далее друзья у нас с вами лунный календарь на 26 февраля 2022 года по лунному календарю нас с вами ждет 25 и 26 лунный день убывающая луна в знаке зодиаков козерог вы знаете друзья сегодня день пассивности и провести его желательно в покое и одиночестве не надо начинать ничего нового но в то же время следует завершить начатые дела делайте все неторопливо никуда не спеша если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов берегите себя от случайных контактов и неожиданности целом пассивный день это время отдыха и размышлений энергия луны довольно слабая жизнь перестает бить ключом люди становятся вялыми и апатичными но погружаетесь пожалуйста не погружайтесь депрессию наоборот развивайте в себе концентрацию внимания уделите время развитию умственной деятельности подведите итог прошедшего месяца также попытайтесь сегодня начать заниматься концентрация внимания для этого конечно же можно посвятить время медитации и уехать на природу в любом случае лучше сегодня остаться дома не стоит начинать и новые дела да и при всем желании может просто не хватить сил займитесь завершением того что начали ранее день вообще не предполагает активных действий сегодня необходимо быть осторожным внимательным и в то же время медлительным напомним что пришло время вот такой вот пассивности и самоуглубление этот день проходит благоприятно если посвятить его уединению и размышлениям в любом случае спешите спешить сегодня нельзя неторопливость обдуманность тщательность это те качества которые желательно проявить в этот день самое лучшее сегодня избегать активных действий потому что они не принесут какого-либо заметного результата наоборот могут надолго вывести вас из состояния душевного равновесия и возможно даже покоя что же касательно стрижки волос то перенесите поход к парикмахеру на другой день таким образом вы только сохраните красоту волос друзья и коллеги все равно не оценят нововведение в вашем образе и это сильно испортит вам настроение и возможно даже атмосферу дня в этот период волосы просто не готовы к принятию инородных веществ результат косметических процедурам будет или недолгосрочным или непредсказуемым сегодня не стоит делать ламинирование кератиновое выпрямление и химическую завивку постарайтесь беречь энергию она пригодится вам в новолуние найдите время сходить на осмотры к врачу-трихологу и проконсультироваться окраску волос не делайте чтобы не привлечь конфликты с окружающими людьми не делайте сегодня прическу а носите какой-нибудь головной убор это исключить из вашей жизни какую-либо либо негативную энергию вы знаете суть этого дня это направит человека на размышления о его характере личности поведении мировоззрение убеждениях и нравах высшая задача этого лунного дня научить любви к себе пока этого нет невозможно достичь гармонии с самим собой невозможно успокоиться и наладить жизненный ритм друзья вот такой у нас с вами был день 26 февраля 2022 года всем желаем мира любви гармонии с вами как всегда был канал эзотерика для тебя подписывайтесь друзья на наш канал ставьте лайки мы услышимся с вами уже в следующем видео